Сава Андреев Сейчас на наших экранах абсолютно никаких шансов на то, чтобы выручить свою команду не было Алексей Паладян будет записан в ассистенты Тимура Ибрагимова Ну и да, здесь все здорово Ошибка, передача и бросок прекрасный в притирку с дальней штангой Без шансов для воронежского голкипера Его для своей команды Вот здесь перехват, Слепец убегает один в один Кирилл Слепец Бросок, добивание Нет, справляется и с одним, и с другим Голкипер, бросок, еще один и гол Классная атака на скорости, быстрая Начал все это Кирилл Слепец И он же в итоге и закончил 1-1 13 минут 46 секунд еще играть в втором периоде Еще раз смотрим Вот здесь перевод вроде бы не получился на Червоненко, но Тут как тут оказался Кирилл Слепец И уже без шансов для Ярослава Аскарова Все это приводит к тому, что Довольно долго шайба находится в средней зоне Но все-таки Оказывается В зоне воронежцев Хорошая атака Сейчас бросок 2-1 Прекрасный бросок Сейчас в исполнении Данила Савунова И Кстати, четвертое набранное Очко для него В третьем матче за А Сканеву Еще раз давайте посмотрим Все очень здорово Разыграно Действительно И классный бросок В ближнюю девятку Получился у 67-го номера Сканевы Лучший бомбардир своей команды 18-летний нападающий Уроженец города Саров Руководство Совершили они обмен Здесь выход 1 в 1 Бросок И 3-1 В пользу Сканевы Становится счет Ошибка На собственной Синей линии И Альберт Конозов Здесь не прощает Воронежский коллектив Устанавливая Разницу в счете В две Заброшенные шайбы Давайте смотреть Ну как-то совершенно Забыли здесь И капитан Сканевы Не оставил шансов Исаеву Между щитков Шайбу отправляет Молодого Воронежского Голкипера 6 на 5 Идет игра Продолжать шайбу Удерживаются Кисты Скай И Бросок От синей линии По-моему Было подставление 4-1 Становится счет Бросал Николай Глухов А вот было ли Подставление Уже будем смотреть На повторе 4-1 В пользу Сканевы Такой вот Боевой Третий период Во всех случаях Боевое его начало От хоккеистов Кистевого коллектива Смотрим Вот здесь Наверное Будет хорошо Видно Было ли Касание Шайбы Курбатовым Но кажется Что здесь нет Что прямым броском Шайба Залетело За спину Данила Исаева Духлетний Защитник Но Как вы знаете Защитник Нападающий Полузащитник Если позволите Очень любит Подключаться к атакам А здесь опасный Какой проход Вау Просто вау Илья Кляузов Что сейчас Сделал Шайбу Принял В средней зоне Проехал Всех Просто В В зоне Соперника И с неудобной Руки Бросил В ближнюю девятку Вау Гол Невероятный Просто Реализация Большинства Очень нетипичная Но тем не менее Статистику Будет записана Именно так Еще раз Смотрим Пошел в зону Между двоих Проехал Обыграл Полкоманды И с неудобной В ближнюю Девятку Здорово Без шансов Для Голкипера Сканевы 4-2 За 10 минут 50 секунд До окончания Третьего периода Этого матча Не так все и просто В итоге Для Сканевы Поборется еще Еще один бросок Сергеева Заблокирован Бросок И не попадает Кляузов По шайбе Бросок Дальний угол Еще одно удаление Будет Где шайба Шайба накрыта Но еще одно удаление Будет в составе Сканевы Там сломана Клюшка А Так даже Страфной бросок Да Пулит Назначен Вот так вот Такое вот решение И посмотрим За его исполнением Романов Разгоняется Бросает 4-3 Реализован Этот штрафной бросок Иван Романов Возвращается Буран В эту игру В ситуации Когда Ну как Фол последней надежды Да Это называется В европейском футболе И вот Выиграл Воронежский центр Это вбрасывание Слепец Решается На бросок И гол 4-4 Кирилл Слепец Тубль Похоже Оформляет Ой-ой-ой-ой-ой Дорогие друзья Что сделал Воронежский Буран В третьем периоде Этого матча 4-4 Невероятный Невероятный Камбэк Невероятное Возвращение В эту игру Воронежской команды Да Какой Просок Получается У Слепца Мне кажется Сам не ожидал Сейчас Кирилл То что Залетит Эта шайба Настолько Точно Настолько В притирку С дальней Штангой Ну и все 4-4 И поехали Серия После матчевых Страфных бросков Кирилл Слепец Сходит Шайба С крюка И Не реализован Этот штрафной бросок Шунов Разгоняется Бросает В дальний угол И открывает Счет В этой После матчевой Серии Алешин Набирает скорость Бросает В дальний угол 1-1 Все здорово Сейчас сделал И шансов Ярослава Скору Не оставил Питков Против Макарова Макаров Ну вроде бы Долго-долго Что-то пытался Придумать Но в дальний угол Снова шайбу Пропустил 2-1 В пользу Сканевы Следующий бросок И Ой-ой-ой Какой классный Сейв сейчас От Ярослава Аскарова Не смог его Никита Шацкий Обыграть Вроде бы Все правильно делал Вроде бы Уже положил Налет Голкипера Гостей Но Павел Кукштель И снова Завозит В дальний угол Ну безошибочно Пока исполняют Штрафные броски Хоккеисты Сканевы И уже 3-1 Счет в их пользу Романов Нет Нет Заходит шайба Заходит Казалось бы Что все Не прошла она Но здесь Романову Немножко повезло Конечно же И не повезло Ярославу Аскарову Если сейчас Марченко забивает То все равно Сканева Оказывается сильнее В этом матче Марченко Да Марченко забивает И все На этом Заканчивается Эта серия Штрафных бросков Одно очко Набирает Хоккейный клуб Буран Два очка На счету С хоккеистов Сканевы Которые Со стопроцентным Показателем Начинают Этот регулярный Сезон Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Субтитров Н.Алекс flaws